И последний, но не менее важный момент, это, конечно же, расслабление. Расслабляться мы просто обязаны в своей жизни, не напрягаться, должны уметь энергетически настраивать весь свой организм, не стрессовать, потому что, конечно же, стресс негативно влияет на все наши органы и системы в организме, происходят поломки, поэтому давайте будем руководствоваться правилом спокойствия, только спокойствия. Обязательно находите время побыть наедине с собой, отдохнуть, даже просто полежать с закрытыми глазами, можно или с повязкой на глазах, хотя бы 5-10 минут в день. Кстати, иногда женщинам бывает очень сложно отключиться от суеты, перестать быть белкой в колесе, просто лечь, это уже расценивается как что-то нереальное, что-то сложное, непозволительное. На самом деле мы должны уметь давать себе такие передышки, паузы, чтобы приходить в себя, затем наполнять уже своих родных, близких, деток. Поэтому, конечно же, старайтесь находить для себя время. Можно делать йога-нидру. В интернете достаточно много уже таких записанных, озвученных медитаций, которые вы можете использовать. Также старайтесь делать какие-то дыхательные практики, просто простые, даже если вы не знаете никаких дыхательных практик, например, из йоги, вы можете просто закрыть глаза и дышать под счет, то есть считать свои вдохи, выдохи, постепенно замедляя, то есть меняя ритм, концентрируясь на себе, на своем теле, на своих ощущениях, уделяя внимание себе, своему организму. Обязательно зажигайте дома свечи. Вот у нас, например, в доме есть такая традиция, мы всегда зажигаем свечи за ужином, и путешествия по Италии, я общалась с итальянцами, и практически все итальянцы первым делом, приходя домой, зажигают свечи, чтобы переключиться с тяжелого дня, создать такой уют в доме. Вот у нас, например, многие приходят с работы и первым делом сливают свой негатив на близких, не стоит этого делать, то есть просто нужно переключиться, сонастроиться и заботиться о себе, о своих близких, и обязательно стараться расслабляться. Когда нужно, а не когда уже накрыло, как говорится, маму накрыло. Когда мама уже кричит, не может сдерживать себя, тут, конечно, лучше до такого не доводить, а стараться своевременно брать отдых и качественно отдыхать. Пусть даже у вас нет часа, но 5, 10, 15 минут всегда можно найти для себя, попросить, например, мужа, чтобы побыл с ребенком в это время или погулял, пока мама делает себя красивой, спокойной, расслабленной. Всегда есть варианты, да, как помочь себе отдохнуть. Также ароматерапия приходит к нам на помощь, можно распылять любые эфирные масла в диффузоре. Мне нравится, я пользуюсь эфирными маслами Дотера, потому что это очень качественные эфирные масла. Можете использовать абсолютно любые ароматы, вкусы, которые вам нравятся. В комнате мне очень нравится, когда вкусно, ароматно пахнет, да, то есть сразу можно уют в доме создать. Такой очень классный лайфхак, тоже распылять дома эфирные масла, и когда приходят гости, всегда спрашивают нас, ой, что это у вас пахнет так вкусно, да, у нас просто диффузор, как правило, с обыкновенным пихтовым маслом, ну, вот такая создается таинственная, волшебная, вкусная, ароматная атмосфера. И, конечно, не забывайте про промасливание тела. Я очень люблю делать масляный массаж теплым, например, можно делать теплым кунжутным маслом, можно делать кокосовым маслом, ну, для холодного времени в годы больше подойдет, конечно, кунжутное масло, потому что оно обладает, да, согревающей энергией, и, конечно, это очень успокаивает и расслабляет. Наверное, все знают, как делать этот массаж, но если вы еще никогда его не пробовали, то обязательно попробуйте делать его очень легко. Вы просто подогреваете масло, растираете его в ладошках и наносите на все тело, есть определенная схема, по которой вы можете двигаться, то есть в интернете есть много картиночек, прям набираете в поисковике, да, масляный массаж, как выполняется, и можно на ютюбе посмотреть наглядно, как это правильно делается, растираете, в общем, втираете в кожу это масло, таким образом с маслом вы уже можете просто посидеть, да, включить какую-то музыку, там, зажечь свечи, например, масло работает в это время, и затем вы смываете масло, просто водой, конечно, вы его вряд ли сможете смыть, вы можете делать какие-то уптаны, часто рекомендуют смывать овсяной мукой, размешанный с водичкой, такой, да, он получается, как, ну, как какашка получается, и вы смываете это с кожи, очень легко таким образом смывается, единственная проблема, потом очень сложно ванну отмыть, ну, я вот это вот, конечно, не люблю, но по-другому никак, да, то есть приятная процедура, ну, потом нужно еще будет за собой убрать ванну, ну, вы сразу почувствуете разницу, так вот, будь на такой, знаете, волне какого-то кайфа, расслабленности, такого полного релакса после этой процедуры, на самом деле просто супер процедура, я помню, что беременность уже на 9 месяце, там, за дни 10 до родов, мне прям вот очень хотелось сделать это промасливание, я прям вот последние оставшиеся до родов 10 дней, каждый день в ванне сидела по часу, намасливалась, натиралась, очень классно успокаивает, на самом деле, да, расслабляет тело, успокаивает голову, ум, ну, действительно такая качественная процедура, поэтому обязательно попробуйте ее провести, и на самом деле вообще не затратно, да, по деньгам, не обязательно идти в спа-салон и платить большие деньги, просто сам с собой, да, сам себе помогаешь, поэтому попробуйте сделать этот масляный массаж, и, конечно, я очень рекомендую создавать уют в доме, так как нам, девочкам, всегда хочется чего-то красивого, прекрасного, я очень люблю яркие картины, вы можете купить новую интересную посуду, сейчас столько вариантов выбора, да, классной посуды, можно какую-то даже смешную покупать, с кроликами, ну, что-то такое веселое, забавное выбирать, вариантов просто масса, на любой вкус, да, и кошелек, также расставляйте фрукты в вазах по дому, например, если у вас детки в доме, да, чтобы не хотелось каких-то неполезных вещей, чтобы под рукой всегда были в досягаемости вкусные, сладкие, хорошие фрукты, чтобы они всегда в любой момент могли подбежать, да, схватить там тоже яблочко и побежать дальше, также можно клеить стикеры с веселыми пожеланиями для всей семьи, согласитесь, очень приятно с утра проснувшись наклеить, например, какой-то стикер с улыбающимся смайликом и с пожеланием, например, доброго утра, хорошего настроения своему мужу или своим деткам, часто бывает, они потом тоже перенимают эту эстафету, и когда вы уже просыпаетесь на следующее утро, у вас такие стикеры, да, для вас висят уже развешанными, поэтому, ну, просто проявляйте фантазию, окружайте себя чем-то красивым, ярким, не нужно вообще тосковать, да, грустить, потому что часто осень считается это пора грусти, на самом деле нет, это очень красивая, яркая пора, да, когда абсолютно, ну, просто нет времени на скуку, на серость, на грусть, поэтому, конечно, следите за тем, чтобы в вашей жизни был определенный драйв, кайф, да, получайте от жизни, радуйтесь, радуйтесь себя, своих близких, друзей, и, конечно, обязательно старайтесь ложиться вовремя спать, не нужно засиживаться, я тоже часто этим страдаю, за работой, бывает, засидишься, на самом деле нашему организму не нужны такие долгие засиживания, рекомендуется спать до 22 часов, да, ложиться или максимум до 23 часов, и, кстати, очень интересно, что есть исследование, что даже без изменения питания люди уже худели на несколько килограмм за месяц, просто изменив режим дня, да, то есть там все достаточно обоснованно, тот уровень гормона лептина влияет, кстати, его можно тоже сдать, полезный очень анализ, ну, даже достаточно того, что вы просто начнете следить за своим режимом дня, и научите себя вовремя ложиться спать, отбросив все дела, просто в 10 часов закрыв компьютер, да, и даже не в 10, а гораздо раньше, чтобы ваш ум успел успокоиться, настроиться, да, там можно принять ванну, расслабиться, сделать тот же масляный массаж, и уже в 10 часов лежать в кроватке и засыпать, да, такой интересный способ, когда хочешь постройнеть без приложения усилий, просто ляжь спать пораньше, вот такой, да, просто и легко это все сделать, ну, кому-то просто, кому-то очень непросто лечь вовремя, в любом случае старайтесь, да, старайтесь, обводите в привычку ранний отход ко сну, волшебное действие гормона лептина, да, этот вам будет помогать, конечно же. И для классного времяпровождения с семьей я собрала для вас топовые фильмы о еде, смотрите, наслаждайтесь и вдохновляйтесь. На этом мы завершаем наш осенний вебинар, я желаю вам душевного равновесия, гармонии, спокойствия, крепкого здоровья и отличного настроения. Благодарю вас за внимание, всего вам хорошего и до новых встреч. До свидания.